Уважаемые забайкальцы и все те, кто голосовал за меня, хочу сказать огромное искреннее спасибо. Вы всегда были моей поддержкой и опорой. Спасибо, что верите в меня. Я вам искренне желаю здоровья и благополучия. Ваш колодец Никам Виталий. Участие в конкурсе помимо любимчика публики Виталия Толочкина приняли еще четверо забайкальцев. В номинации «Музыкальный инструмент» победу по количеству голосов одержал пианист из Читы Евгений Котков. Это видео с международного конкурса «Лучшие из лучших в городе Туапсы», где я занял первое место. Итак, вызов. Голуб. Еще одна победа у забайкальцев в номинации «Профессор». Будущий ученый-исследователь Загинского Эрдени Жигмитов придумал уникальный аппарат для измельчения сырья. Основой стали элементы старой железной кровати и ручка от мясорубки. На выходе вот такой аппарат, который может превращать мусор в экологически чистые топливные брикеты. Последние два года я занимаюсь ритворкаутом. В переводе – уличная гимнастика. Буквально полтора года назад я едва-едва справлялся с парой-тройкой простых элементов, которые входили в программу уличной гимнастики. И поначалу я начал заниматься со своими друзьями. Мы стали учить много, все больше и больше и больше элементов. А это уже 15-летний чемпион Евгений Токмаков. В спортивной номинации он был очень близок к победе. На его счету почти 18 тысяч голосов и десятки медалей в самых разных видах спорта. Помимо стритворкаута он силен в боксе, хоккее, гиревом спорте и футболе. А значит, большие победы наверняка у него еще впереди. Четвертое место по количеству голосов у воспитанницы социально-реабилитационного центра «Березка» Крутиковой Мариной в номинации «Подвиг». Ее история тронула сердца 11 тысяч человек. Несколько лет назад, когда Марина еще жила в семье, в их деревянном доме случился пожар. Я вышла на улицу и увидела, что у нас горит, у нас сени были, и что в сенях начинает гореть шторка из-за проводки. Ну, я как бы зашла в дом, собрала своих маленьких ребятишек. По соседству у нас жили бабушка по папе. Мы ушли к ней. Ну, потом как бы приехала пожарная и все. И мне потом вручили медаль на отвагу на пожаре. Финальное шоу всероссийского конкурса «Мои крылья» состоится уже 24 января в Москве. Напомним, денежные гранты, которые достанутся победителям, нельзя обналичить. Экспертный совет конкурса может оплатить ими дальнейшее обучение, медицинскую реабилитацию или помочь в развитии детских талантов. Помочь тем, кто однажды был лишен родительской любви и заботы.